В целом это калаш, который как бы представляет собой связь культур. Вот эта часть, эта списана была с моего ютюга с натуры, который я делал на канале в Санкт-Петербурге в 1970 году. Точно даже. Ну вот такая работа вам позволила проявить себя как в каком-то смысле и портретист. Как режиссера, как портретиста. Да, вот потому что вот, например, Ян Фермер просто почти один к одному. Я даже просто... Вы знаете, для специалиста это далеко не так, вы извините, но это просто смехотворные попытки копии. Настоящий специалист и копии сделает гораздо лучше. Но здесь это и не ставилось задачей сделать что-то абсолютно точное. Моя задача была просто вписать эти головы как чувство настроения и углубления вот в этот пейзаж какой-то классики, как стороны человеческого существования в Петербурге. Потому что эта девочка, она очень как-то близка по духу петербургским людям, петербургским лицам, бледненькая. Она такая как бы вся в своей душе скромная. Вот она бросила взгляд на художника. Может быть, нахожусь за речью. Да, вот она бросила взгляд в эту жизнь. И она совершенно может быть растеряна перед этой жизнью. А вот, наверное, поскольку здесь настолько сложная композиционная вещь, наверняка случай какой-то играл роль существенную в композиционном построении. Невозможно придумать сразу модульное расположение элементов. Я, так сказать, физические какие-то, технические термины применяю. Вы знаете, насчет замысла. Тут я бы сказал так, что Пулустовский говорил, что замысел – это молния, которая развивается медленно. То есть такого прямого замысла конкретного у меня не было фактически. А было только чувство и предчувствие картины. Какого-то события, которое может состояться, если я его реализую, как вот эти вот массы живописные и массы графические. Это было связано с вашим строением. Это с интуицией связано. Это с состоянием… Внешняя среда оказывала какое-то воздействие на выбор сюжета. Внешняя среда я и делала… Но именно события, развивающиеся в жизни, к вашей конкретно, может. Я не знаю, какие эмоции, значит, события вне дома, в доме и так далее. Ну, может быть, да. Скорее, это события, которые развиваются постоянно во мне, как моя экзистенция, как мое внутреннее бытие. Как существование, да? Да, это постоянное существование мое, которое я все время держу во внутреннем луче в своем. Я его исследую и как вот все время подхожу к нему с разных сторон и пытаюсь его как-то выявить и активировать в живописи и увидеть это то, что я чувствую на холсте, как уже реализованный мир, как явление. Но ведь это все время постоянная борьба с самим собой. Да, это довольно… Противоречие, это же изнуряющий процесс. Да, к тому же я же пишу все время стихи, поэтому у меня все время идет этот процесс медитации между живописью и поэзией, потому что я не могу все время работать именно в живописи, причем я часто ловлю себя на мысли, что в это время, когда я пишу картину, я в это время что-то сочиняю, приходят какие-то мысли и слова. А может быть… То есть это настолько органично связано, что я даже не знаю, как это объяснить. А может быть это особенности вашего мозга? Может быть, может быть. Полушарие делает это право и то, например. Не знаю. Хотя я не сторонник таких примитивных моделей. Ничего я… Мы настолько мало знаем о себе сами. Я чувствую, что вот когда я что-то делаю, я должен слушать мою интуицию, а не пытаться как-то насильственными способами рассудка внести какие-то коррективы в медленное течение и развитие вот этого вот внутреннего состояния, которое надо все время внимательно отслеживать в живописи путем постепенной переработки вот этих внутренних ощущений. Я не могу их назвать словами. Но вот я делаю тут окошечко. Я, может быть, думаю о том, какие люди там живут. Я не знаю этого. Но вот я сделал это окошечко. Вот я поставил здесь точку. Я как бы внутренне сконцентрировался. В меня входит тепло. Тепло бытия. Это трудно объяснить. Оно должно излучаться по закону. Да, да. Тут я делаю какие-то графики. Вот я чувствую руку. Какая она корявая, какая она костлявая. Какой-то палец вывихнут. Какая-то здесь появилась вот еще одна фигура, знак. Может быть, эти знаки, они что-то и означают в космосе. Я не знаю этого. То есть, получается, я могу сказать, банальные вещи известны. Вот вернувшись даже к поэзии, известную в изречении Ахматовой, что когда ее спросили, трудно ли вам писать стихи, она сказала, ну что ж трудного, когда диктуют. Да, да. В этом смысле можно и параллельно перенести на изобразительное искусство. Да, я думаю, что Ахматова очень внимательно себя слушала. Потому что такую диктовку надо очень внимательно слушать. Не каждый это услышит. Она еще говорила одну вещь, что если вы знали, из какой грязи рождаются мои стихи. Помните такую фразу? Значит, примерно. Я вот знаком еще с Александром Городницким, тоже, может быть, петербуржанин, москвич, поэт-барт, физик, геофизик. Он примерно любит и Ахматову, и Самойлова, и любит, кстати, Шагала, и много пишет стихов о живописи. Он примерно схожие вещи говорит, что он талант дан, вдохновение, и дар божий, и вот это идет сверху. Я не возьмусь сказать насчет грязи ничего. Мои картины не идут от грязи. Мои картины идут, может быть, скорее от традиции, которая прекрасна. Вот искусство Филонова прекрасно. Я не к месту. Нет, это не то, что к месту. Может быть, это и правильно, что есть элементы грязи. В какой-то мере, может быть, да, но не они доминируют. Не они доминируют в живописи. То есть, на самом деле, надо быть возвышенным человеком. Не то, что возвышенным, но, может быть, даже и в чем-то заниженном. Но все-таки стремление к прекрасному, оно идет вверх. Вот, как говорил философ Бергсон, материя мертвая стремится вниз, в то время как живая стремится вверх. Вот это живое чувство, вот это мощное живое чувство, оно не связано с грязью, потому что грязь – это мертвая. На языке физики, если понять энтропия, рассеяние энергии, там тоже энтропия либо стремится к нулю. Вот эта энтропия, она и есть грязь, которая стремится к нулю, к нивелированию вот этих вот разниц и температур между вот этими гигантскими космическими массами и нашими внутренними какими-то состояниями. Но из нашего рассказа я понял, что, в общем, живописец – это философ.